Всем привет! 11 июня, пивная пятиминутка и Илья. Сегодня воскресенье, от меня пахнет костром, а завтра у нас праздник. Лично у меня даже три, представляете? Может, расскажем об этом по пути. Что у нас? Саботаж, новиночка. Она вышла вместе вот этим, с которой на прошлой неделе была новинка, которая Sour IPA, тут просто будет Sour. И тоже коллаборация. Так вот выглядит тоже рисунок. Ну, вот тут прямо интересный рисунок. Нарисовали не в стиле саботажа. Ну, как не в стиле? Конечно, в стиле, но вот... Ну, это как будто Stereo Planet, но там какая-то, блядь, страшная жужжалка. Смотрите, завтра у кого-то один праздник, а именно День России, это у всех россиян, правильно? У кого-то два праздника, это День России. Завтра у нас 300-летие юбилей. Перми. Пермякам респект. Кто подписан, кто смотрит, пермики, респект вам, братья. Эти, как бы, земели. 300-летие Перми. Завтра Пермь будет еще грандиозный праздник отмечать. То есть, много знаменитостей приезжает. Просто бесплатно там выступает на разных площадках. Ну, власти постарались. Плюс город еще отхерачили к 300-летию. Ну, а те объекты, которые не достроились, мне кажется, они теперь будут очень долго строиться. Ну, как бы за это и это... Сделием можно дальше. Они не успели к 300-летию. И, а у меня, то есть, смотрите, три праздника у россиян, плюс у пермяков. У них два будет праздника. И плюс у меня еще третий праздник. Завтра женится брат. Наконец-то. Вот все дела. Что я могу сказать по этой новиночке? Да нихрена. Потому что этот, как его там, анонсик вышел, да, на предыдущую новинку коллабу. Неделя прошла. Про эту они выпустились одновременно, повторяю. Ну, в смысле, в продаже появились одновременно. Про эту неделя прошла. До сих пор ничего не вышло. Не на канале Телеграмм саботажа. Не вот в разливайках, которыми они плотно сотрудничают и продают их продукцию. До сих пор никаких этих новостей нет. И я так чувствую, прикольно будет, если они появятся завтра. То есть, как бы, видео уже снято, завтра появятся. Значит, кому интересно, они прочитают про эту коллабу. Кто с кем? Я попытаюсь просто прочитать. In collaboration with... А, Клюква Records. Клюква Records. Что это? Бар, блядь. Ну, скорее всего, бар. Они обычно, да, с барами ведь. Группы, бары. Значит, это бар. Только откуда они, опять же? Из ЕКП. Может, они там, опять же... Ой, где-нибудь в Сибири с кем-то познакомились. Может, опять же, в Питере с кем-то познакомились. Коллабу, наконец-то, это сделали. Не, ну, если бар, то... А, не, почему? У нас из Алтайского края был. Предыдущий, да? Вчерашний. Ой, прошлый... Вчерашний. На прошлой неделе был из Алтая, по-моему, бар. Так что... Ничего не понятно. Почему сами ребята в Телеге не выпускают инфу про свои эти... Я вообще не понимаю. И, скорее всего, в Телеге вот этой инфы не будет, потому что они уже новую инфу выпустили про... Четыре минуты прошло, а я, блядь, нихуя еще не начал, даже не зачитал. Давайте быстро постараюсь это сделать, как я умею. Что там? Они уже выпустили в Телеге новую инфу про то, что есть коллаборация с местным баром. Там что-то с суши хуешь и хер поймешь. Мне это неинтересно. И эта коллаборация, это лимитированная версия. Ну, как лимитированная, там она будет... Она уже не будет в разливайке подаваться, как я понял. Она будет продаваться только в этом суши баре. Баре и будет продаваться именно в Топруме саботажа. И вот завтра мы как раз... У нас будет свадьба в центре города. Ну, это церемония. И я вот хочу заехать в саботаж и взять вот эту баночку. И она будет на следующее воскресенье. Эксклюзивная. Это будет вот как раз из рубрики, как я умею делать, блядь, молодец. Из рубрики бесполезный видос. Потому что вы такое уже нигде не возьмете. Вам надо приехать в Пермь и купить или там, или там. Вот так вот. Но пермики, почему бесполезный? Ну, он так. На 90% бесполезный. Потому что если есть пермики, они есть. То езжайте, берите эту коллабу, если вам интересно. Она эксклюзивная, продается в двух магазинах. Но это и пермики, и без меня, должен знать. Они подписаны на телегу саботажа. Все, розлив 29, 05, 23. 29 числа, то есть прошло уже. Сегодня 11, так, 30, 31. Почти 2 недели. Почти 2 недели прошло. И как бы никакого анонса от саботажа не было. Но, и я так понял, вот эта вот группа ВКонтакте, которая вот от разливайки. Где они активно продвигают саботаж, продают их, и успешно у них. Поэтому они тоже ничего не написали. У них просто нет инфы никакой. Клюква Рекордс. Они прямо так и назвали, вообще не стесняйся. Видимо, пермики, надо в дубльгисе просто глянуть. Может, что-нибудь найдет какой-нибудь бар, ресторан, клюква Рекордс. Что у нас тут? Крэмбери, Рэзбери, Энд, Розмари, Саур Эль. 6% алкоголи, 16% плотности. 3,3 pH. Ну, неплохо. Ну, и напиток, как всегда, непотребленный, непотребленный, нефильтрованный. Нихуя они не делают. Состав. Вода подготовленная. Сол пивоваренные ячмены. Сол пивоваренные пшеничные. Пюре малины. Сок клюквы. Сок виноградный красный. Розмарин. Все. Хмель прессованный. Дрожжи пивоваренные. Сарбат калия для консервации. Так. 6% алкоголя. Нормальнёк. Так, что мы ждём? Малину. Малину это моя любимая ягода. Клюква. Это вот для кислости. Клюквы на кислый, сука. Виноградный. А, розмарин. Виноградный сок они уже начали давно. Наверное, полгода добавлять просто. Ну, в этом есть какой-то смысл. Но он как-то себя не очень проявляет. Ну, я не умею передавать цвета. Я не девушка. Это... Это компотный сок. Всё, что я могу сказать. Так. О, клюкву. Это клюква. А где маленькая? Сейчас сопеньки тебе подберём. Настроим нюх... Нюсовые... Нюховые чакры. Алло, малинка. Лёгкая. Ну, малина, ну, сами знаете. Они такая... Пышная. Сейчас вообще аромат поменялся по сравнению с первым разом. Ну, розмарин, розмарин. Да, вроде чувствовался. Ну, куда-то ушёл. Давайте проводим. Ждём послевкусия. Есть послевкусия. И остаётся ягодность. Клюква тут превалирует. Честно скажу. Но это опять же саур и саур. Господи. Саур и саур. Это кисленько, сбалансировано, вкусненько. Я бы не сказал плотненько. Это не водянистенько. У меня, вот эти, кто знает, это разные всё-таки вещи. Водянистость и плотность. То есть нажористость, да? Ну, достаточно так кисленько. Клюква даёт хорошо. Маленько, вот. Маленько. Ну, конечно, я бы гадал бы тысячу лет, что это за привкус. Маленько, вот она вот. Клюква, она таким взрывом идёт. Кислятенький. А маленько, она вот. То есть клюква такой. Такой, грубо говоря, да? Там какой-нибудь параболой, синусоидой идёт. Нет. А маленько, она вот прямой идёт. Ленией. Вот она просто тебя сопровождает. И ты её как будто не замечаешь, потому что идёт взрыв такой вкуса. А розмарин, да я хуй знает, я в этих специях. Может, чё-то он и даёт, но... Что-то такое есть. Ну, я по поводу вот розмарина. Что-то такое есть. Ну, блин, ну, я уже тысячу раз это говорил, ещё раз повторю то, что ребята вот, ну, умеют, могут, как говорится, да? Поэтому и делают. У них вот прямо всё. А, попробую, давайте ещё по поводу крепости 6%. Нет, вообще, спокойно, легко пьётся. Ну, как легко? Кисленько-то. Я имею в виду по... По... По градусам. Ничего не чувствуется хорошо. По плотности 16. Да, кстати, да. Плотность чувствуется, но она в моменте чувствуется. Ну, как всегда, плотность чувствуется, она в моменте чувствуется, когда ты проглатываешься, ты чувствуешь плотненькое пиво или жиденькое. То есть, там нету такого, что ты прямо только ещё глотаешь, и уже плотность чувствуешь. Вот на глотке ты уже такой... Ты ощущаешь, как оно вот всё проходит. Хотя и на глотке тоже. Чё я? Ну, на глотке легко, а вот... Ну, в смысле, когда начинаешь. А вот когда проглатываешь уже, там, да. Всё, вот такой вот опять... Ну, опять же, получается, такой ягодный саур на лето. Прекрасно, шикардос. Единственное, что у нас лето как-то что-то... Вроде начинало что-то выёживаться. В мае вообще было жарищо. Видели, я даже в шортах на даче снимался. Что вообще хорошо было. Загорел хорошо. Два раза облезть успел. Облезть. Ага, как кошка. Вот. А тут что-то всё, тучи попёрли, попёрли. Но я уверен, что они тоже, вот этот циклон пройдёт. И всё опять у нас засверкает. Всё будет хорошо. И будем опять в шортах на качельке снимать видосы. Но нам ещё надо успеть. Что сделать? Правильно. Кому не интересно, всё. Вырубайте. Нам надо успеть сделать анонс пивной недели. На неделю. Так, как у нас должен был брелок быть на этой неделе. Я об этом говорил. Если кто забыл. Ну или вновь подписаться. Блядь, всё, пиздец. Подписавшийся есть. Причём, так, нормальный человек. Не сто, конечно, но какой-то там десяток появился. Поэтому 10-15 человек где-то, да? Это для моего канала вообще лышак. Я прямо на пике, на топе. То, ребята, кто новые, новенькие. У меня есть такая рубрика, как пивное меню на неделю. Я в конце недели говорю, что будет следующее. Должен был брелок быть. Но появились новинки. Причём большое количество из магнита. И я такой, блин. Ребята, наверное, заебались смотреть целый месяц. Триповую неделю. То есть, чистый крафт. И сейчас я ещё брелок неделю запилю. То вообще там все заскучают. Такие, да блин, давай же простое говнище нам расскажи, как там чё. Поэтому я отложил. И брелок будет на следующей неделе. Там разные стили. Там просто рандонно вообще будет. Даже не задумайтесь ни чём. Там простые виды. Ахмелёнок вроде не должно быть. Нет. Ахмелёнок точно не будет. Всё. Сорян. Я всё рассказал. Завтра праздник. С Днём России у вас ещё. Пермяков. С Днём города. И не болейте. Берегите себя. Будьте здоровы. Открывайте для себя новый стиль пива. Это сауры. Кто ещё не успел. Открывайте для себя новый пиварни. Это, конечно же, саботаж. Всё. До завтра. Адьос, амигос. Завтра будем. Халалэй. Халалэй.